Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инка компании TechMill и сам я, Артур и Дятулин. Сегодняшний обзор хотелось бы начать с рассмотрения американских фондовых индексов. Вчера у нас индексы закрылись на площадь сельной территории. Они у нас уже с начала этой недели показывают исключительно положительную динамику по итогам торговых сессий. Вчера во вторник S&P 500 у нас прибыл на 0,35%, Dow закрылся также в плюсе более чем на 0,5%. Трейдеры по фондовому рынку инвесторов у нас сейчас концентрируются, пытаются не оторвать свой взгляд от корпоративной отчетности, которые у нас первые отчеты, которые у нас намечены в пятницу на этой неделе. Однако сегодня фьючерсы по американским индексам в движениях не задалось, они ушли в минус. Также плохо обстоят дела и у азиатских индексов, фондовых рынков, которые у нас также закрыли сессию в минусе. Шанхайский композитный индекс потерял более чем 1,5%. Японский индекс, как видите, тоже потерял более чем 1%. То же самое произошло и с южнокорейским индексом КАСПИ. Причина все та же, это торговые войны. Вчера у нас торговая министерия США опубликовала новый список, который будет включать еще 200 миллиардов китайских товаров, которые могут быть обложены 10% тарифами. Это стало следствием нежелания Китая сотрудничать, вступать в переговоры, нормальные, адекватные переговоры, как видит их США. Эти переговоры не удались с Китаем, и об этом у нас намекнул чиновник Торгпреда в интервью канала CNBC. По словам торгового представителя США Роберта Лайтайзера, администрация Трампа уже больше года настойчиво просит Китай открыть рынок, вести справедливую торговлю и соблюдать принципы свободной, справедливой конкуренции. Однако, вместо того, чтобы обратить внимание на поднятые вопросы, по словам торгового преда, Китай вступил на путь мщения, вводя ответные тарифы. Таким действием нет оправдания. То есть, в краткосрочной перспективе, что мы имеем, это только эскалация конфликта. Другого пути вообще не предвидится. Тем не менее, доллар на сегодня, как видите, торгуется в плюсе. Он вырос на 0,24% против других основных валют. Немного испорчено строение у товарных рынков, не в драгоценные металлы. Они у нас торгуются в минусе. Но там все не исчерпывается тарифами, тарифными войнами, как основной темой для торговли. Стоит учесть, что реакция на фондовых рынках США, то есть, фьючерсы, которые у нас предвосхищают движение фондовых индексов, а также динамика доллара США, эта реакция, она не совсем та. То есть, это не то, что можно было ожидать на данные тарифы, на огромный список тарифов, учитывая, что Китай еще сказал, предупредил, что он будет вынужден включить в борьбу не тарифные барьеры, так как Китай у нас импортирует меньшее США, то есть, около 130 миллиардов долларов против более чем 500 миллиардов долларов импорта США у Китая. Поэтому Китай не сможет ответить долларам тарифов на каждый доллар тарифов США. Повышение существующих 25% тарифов на отдельной категории товара, это может сильно навредить компаниям, которые уже подверглись данным тарифам, и которые так уже находятся еле-еле на плаву. Скорее всего, не тарифные меры будут включать в себя молчаливую такую борьбу в виде ухудшения условий ведения бизнеса для американских компаний в Китае, агитация бойкотов со стороны китайских потребителей, то есть, бойкот на какие-то конкретно американские товары, бренды и так далее. И различные, конечно, бюрократические проволочки в виде, например, замедления, одобрения по каким-то там товарам или еще что-то. Если Соединенные, по словам китайского МИДа, если Соединенные Штаты потеряют чувство меры и опубликуют подобный список, то Китай будет вынужден ответить как количественными мерами, так и качественными. То есть, инфляцией в США из-за удорожания импорта все это дело не ограничится. Уже сейчас можно вывести некоторые следствия в виде снижения прибыли для американских компаний, которые работают в Китае. Трамп сюда также добавляет тариф, пытается добить тарифами этими компаний, чтобы их как-то стимулировать в возвращении, пытаться возвратить рабочие места обратно в США. Однако, как бы, это получается плохо. Эта попытка, она выглядит, на самом деле, неосуществимой, так как сначала протекционизма Трампа, лишь несколько компаний осуществили такие символические действия по перенесению мощностей США. Естественно, фирмы, как рациональные агенты, если бы они предвидели подобную политику, то они бы уже стали производить какие-то меры. Но этих мер не произошло. Мы так понимаем, что они будут пытаться как-то, скорее всего, лоббировать интересы, а не, естественно, проводить какие-то структурные изменения у себя. Пока что появляются новости о переводе производства не в США, а наоборот, из США. Вспомнились ту же самую компанию Harley Davidson, которые производят мотоциклы. Небольшое беспокойство у нас замечено на 10-летних облигациях. Доходность по ним у нас снижается. Уже вряд ли вернется к уровню 3%. И это говорит о том, что все-таки беспокойство пытаются как-то заложить в рынок. Но все равно это снижение, это небольшое снижение, которое мы наблюдаем сейчас, это не совсем то, что можно было ожидать от торговой войны между двумя лидирующими экономиками. Обычно, как это бывает, когда все говорят о коррекции, все твердят обували, они обычно не происходят. Они происходят обычно внезапно. Сейчас наблюдается такая же ситуация. По США повсюду, из-за всех углов раздаются сообщения о том, что коррекция уже назревает, очень сильная пора готовиться. Но пока рынок у нас продолжает расти, опровергая все слухи. Вот взять, например, выравнивание доходности между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями. Все твердят, что это признак рецессии на основе истории. Но чем это не самоисполняющееся предсказание? То есть, если все верят, что сигнал работает, то он может работать не потому, что он действительно работает, какие-то есть объективные причины к его действиям, а потому что просто все не верят. И действуют соответствующим образом. Теперь после объявления его тарифа можно всецело сосредоточиться на отыгрывании макроэкономической статистики США. Потому что очевидно, что сейчас инвесторы и трейдеры все будут концентрироваться на том, как все-таки тарифы отразятся на американской экономике. Им нужны конкретные доказательства, свидетельства. Потому что на основе этих данных будет и ФРС формировать свою политику. А пока что тарифы, за исключением отдельных компаний, которые, да, пострадали, пока они никак на макроэкономическом масштабе пока себя никак не проявили. И пока сейчас вот на конец недели, да, на четверг и пятницу здесь стоит сосредоточиться на потребительской инфляции США и на отыгрывании отчетности, на выходе отчетности компаний. Именно в них, наверное, будут все-таки скрыты сигналы, которые укажут на истинный эффект тарифов. Потому что угроза уже раздается давно. Фирмы предпринимали какие-то действия по расширению бизнеса, по сокращению бизнеса. И это должно отразиться в их отчетности. Это укажет именно на то, как компании действуют в условии неопределенности, в условии действий новой администрации США. В первую очередь завтра следует сосредоточиться на данных по инфляции в США. Она должна у нас показать умеренный рост в соответствии с некоторым охлаждением на фронте занятости в США. Поэтому рост доллара может быть в следующие дни на этой неделе. Он может быть ограниченным. И скорее всего вот эти две уровни поддержки на уровне 94.50 и 94.65 с этих уровней, вероятно, доллар скорее всего пытается откатиться и уйти в нить. Я не думаю, что этот тренд, этот бычий тренд краткосрочный, который доллар взял после длительного снижения, он продолжится. И скорее всего следует ожидать продолжения снижения медвежьего тренда. Рост доллара будет у нас ограниченным. И сейчас пока его рост, который мы наблюдаем, он происходит потому, что страны, стоящие между США и Китаем, могут пострадать от тарифов даже сильнее. И поэтому их валюты нужно продавать. Евро вчера у нас был расстроен значительными ухудшениями лидирующих индикаторов. Это индикаторы от ZIU. Они у нас значительно снизились. И это... Они снизились в июле, не оправдав ожидания. Это говорит о том, что европейские предприниматели, корпоративная среда, она осознает свое хрупкое положение в глобальной цепочке поставок. И поэтому страдает даже сильнее, нежели чем страны, которые действительно обмениваются этими тарифами. Европа у нас не является ни главным производителем в мире, ни главным потребителем. Эти роли у нас разделили между собой США и Китай. Китай и США, простите. Поэтому в Европе очень сильно ощущается, что без сильного внутреннего потребления, без внешнего спроса, конечно же, никто их товары покупать не будет. А пока остается ждать, так как по основным валютам будет у нас наблюдаться крайне неопределенная динамика, так как от тарифов страдают все, но непонятно, в какой степени все-таки они действительно пострадают. И вот кто первый начнет страдать от тарифов, обнаружатся вот эти потери, тот и будет у нас отправлен в нокаут на валютном рынке. А пока же все у нас остается только на уровне слухов. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.